Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моём гастро-канале Сладкий Персик. Уже совсем скоро Новый Год, поэтому сегодня мы с вами будем готовить самый новогодний салат. И это, конечно же, будет оливье. Но только оливье мы сделаем не обычный, а низкокалорийный. Такой ЗОЖ-ПП-вариант. В классическом оливье, который мы делаем с колбаской, с майонезом, я тоже не вижу ничего плохого, и его тоже можно иногда поесть. Но обычно мы делаем салат не один раз за январские праздники, а несколько. Поэтому можно делать и классический вариант, а потом уже делать вот такой вот более ПП-шный. Для начала нам с вами нужно приготовить овощи. Вы можете это делать так, как вам больше нравится, но так как у меня вариант ПП, я буду готовить их, естественно, в пароварке. Мне больше нравится готовить не целые овощи, а сразу их нарезать на мелкие кубики и уже нарезанные сложить в пароварку. Потом их останется только остудить, и можно будет добавлять в салат. Овощи я режу очень быстро, потому что у меня есть вот такой вот блендер Браун с кубикорезкой. Название модели, ссылку на этот блендер я оставлю в описании к видео. И там же, кстати, оставлю промокод на скидку. Со скидкой можно купить не только этот блендер, но и некоторые другие модели. Они все разные, но все хорошие. Например, мой прошлый блендер выглядел точно так же, как этот. Единственное, у него не было насадки и кубикорезка, но была насадка-шинковка, например. То есть салат тоже можно было порезать, но не кубиками. Смотрите, я нарезала картофель и морковь, и все вместе отправляю в корзину пароварки. Пароварка у меня тоже, кстати, Браун. Ссылку на нее я тоже оставлю в описании к видео. Дальше кубиками я нарезаю маринованные огурцы. Если вы не любите маринованные огурцы, можно использовать свежие. Со свежими огурцами салат тоже получается классный. Вернемся к пароварке. Чтобы его включить, нужно налить воду и потом просто установить корзины. В нижней корзине у меня лежит морковка с картошкой, а сверху я положила куриное филе. Так как у нас зожный вариант оливье, конечно, его лучше всего готовить с курочкой. В ней очень много белка, она полезная. Если вам куриная грудка кажется очень сухой, можете взять, например, куриное бедро. Или вообще заменить курицу на индейку. Тут как вам больше нравится и какое мясо вы больше любите. Дальше устанавливаем таймер примерно на 30-40 минут. И просто занимаемся своими делами, пока пароварка нам все наши продукты готовит. В этом оливье я буду использовать не консервированный, а свежий горошек. Для этого нужно вскипятить подсоленную воду, высыпать туда горошек и поварить его примерно 7 минут. А потом охладить горошек холодной водой, чтобы он сохранил свой яркий красивый зеленый цвет. Чтобы салат у меня не был совсем уж пресным, я использую зеленый лук. Репчатый мне кажется слишком ядреный, а вот зеленый сюда подойдет просто супер. И к тому же он очень полезный. Пароварочка нам все приготовила, продукты нужно немного остудить. И потом, так как морковь с картошкой у нас уже нарезанной, нам остается нарезать только курочку. В этом оливье вместо яиц мы будем использовать авокадо. Авокадо очень полезный фрукт, поэтому мне кажется, что в зожном оливье он будет смотреться просто идеально. И да, авокадо это правда фрукт. Чтобы легко очистить авокадо, нужно делать на нем вот такой вот надрез и затем ножом удалить косточку. Если авокадо спелое, то кожура будет очень легко отделяться. Это можно и делать с помощью столовой ложки. Но если авокадо очень спелое, то кожура будет отделяться слишком уж хорошо и не совсем ровно, но это ничего страшного. Кстати, я чаще всего беру авокадо Хаас. Оно такое более темно-зеленого или даже черного цвета. Но в этот раз я взяла совсем обычное зеленое авокадо. Оно оказалось мягким, спелым и очень вкусным. Затем мякоть авокадо мы также нарезаем на кубики, как и остальные ингредиенты. Я добавила в салат одно авокадо, но если хотите, можете добавить парочку. Авокадо есть одна проблема. Если его долго оставить порезанным, так вот лежать на столе, оно может почернеть. Это будет выглядеть не очень красиво, хотя вкус, конечно, у него не изменится. Чтобы этого не произошло, нарезаемый авокадо мы складываем в миску и поливаем лимонным соком. Прям совсем чуть-чуть, на вкусе это особо не отразится, но авокадо у нас таким образом не почернеет. Можно использовать уже готовый покупной лимонный сок, а можно выдавить из лимона, как это сделала я. Ну что, теперь берем достаточно большую миску или кастрюлю и начинаем собирать наш салатик. Просто смешиваем все ингредиенты, главное, чтобы они были остывшие. Слишком горячие, пожалуйста, в салат не кладите. Отправляем в салат курочку, затем маринованные огурцы, наши прекрасные вареные на пару овощи, картошку с морковкой. И смотрите, какой яркий, красивый зеленый горошек. Затем высыпаем нарезанный авокадо и ароматный свежий зеленый лук. В принципе, салат можно сразу заправить заправкой, но, по моим наблюдениям, незаправленный салат намного дольше стоит в холодильнике. Мы с мужем пока что живем вдвоем. Салата у нас получилось довольно много, поэтому я решила его прям так оставить. Я буду хранить его без заправки, а заправку приготовлю отдельно. Это удобно еще и потому, что заправку можно, в принципе, поменять каждый день. Если вам сегодня захотелось сложный вариант, вы заправили йогуртом или сметаной. А если вам завтра захотелось поесть салат с майонезом, никаких проблем тоже нет. Для ппшной заправки я смешиваю йогурт с солью и добавляю такую вот зернистую горчицу. Я ее очень люблю и постоянно использую в соусах. Ну, вы наверняка заметили. Дальше мы это все перемешиваем и заправляем наш салатик. Лично мне эта заправка очень нравится, муж ее не оценил. И если вы такую не любите, можете просто заправить салат обычной сметаной. Даже в 20% сметане калорий будет в два раза меньше, чем в майонезе. И посмотрите, какой красивый салатик оливье у нас получился. Даже если вы следите за фигурой и стараетесь правильно питаться, это не повод отказываться от любимого салата, потому что его можно приготовить вот так. Он получается намного полезнее и не такой калорийный. Всем желаю приятного аппетита!